Одной из проблем современного общества является безнадзорность детей и правонарушение среди несовершеннолетних. Безработица, материальное неблагополучие, неполная семья, низкий доход членов семьи. Распространение алкоголизма и наркомании усложнили работу школы в данном направлении. Можно сказать, что школа – это своеобразный щит по защите детей от нехорошего влияния улицы. В рамках профилактической работы в школах проводятся различные мероприятия в этом направлении. 11 ноября в первый учебный день после каникул в майской общеобразовательной школе номер 7 прошла акция под названием «Школа – территория закона». Первый учебный день после окончания осенних каникул, которые отзвенели, отшумели своим замечательным временем года, своими яркими красками. Осень подарила нашим детям счастливые, теплые осенние дни. И сегодня учащиеся нашей школы первый день приступают к учебным занятиям. День сегодня в нашей майской школе необычный. День, который любят учащиеся, педагоги и весь персонал школы. Сегодня в школе объявлен День здоровья. Но в рамках этого дня пройдет замечательная акция, которая очень актуальна в сегодняшние дни. Акция пройдет под названием «Школа – территория закона». В этой акции примут участие учащиеся со 2 по 11 класс. Как и в любой школе, для нашей школы одной из главных задач является наравне с обучением, это еще задачи, которые, цели, которые связаны с проблемами воспитания. Сегодняшнему обществу нужно хорошее, здоровое подрастающее поколение. Школа является сегодня одной из самым главным звеном в цепочке правильно воспитать подрастающее поколение. Очень хочется, дети, чтобы из вас выросли достойные люди нашего общества. Чтобы никто из вас не вступил на путь, который противоречит глубоко осмысленному слову «закон». Поэтому, дети, сегодняшний день посвящен именно этой теме. Мы с вами посетим несколько станций. На этих станциях каждый из вас будет выполнять определенные занятия. Каждый класс посетит три станции. Станция «Спортивная» называется в здоровом теле «Здоровый дух». Вторая станция «Творческая» называется «Школа равно закону». И третья станция «Помни, знай, не нарушай». Каждый класс получит путеводитель, согласно которому он будет перемещаться по этим станциям. Станция «Творческая» в актовом зале «Спортивная» в спортзале. И станция «Помни, знай, не нарушай» будет проходить в рекреанции. Вы ученики второго класса. Наша речопка. Хоть свет наш слав, и мы малы, но мы службы и все сильны. Молодцы. Молодцы. Услышали вашу позицию четвертый акт. Мы за здоровье, мы за счастье, мы выходим в боли и несчастье, за трезвый разум, за ясность мыслей, за детство, юность, за радость жизни. Четвертый класс. Наша речопка. Раз, два, пацаны, три, четыре, и девчата, пять, шесть. Что же мы? Обалденные ребята. Это нас, это здесь и сейчас. Наши время решать, не хотим побеждать. Наша воля, среди, нас теперь не догнать. Наша тела, мы ждем этот день, пусть вернемся вперед. Молодцы, я не верю. Нам открыли все дороги, наш маршрут всегда вперед. Наши главные мотивы, надо будем и на взлет. Мы не имеем право жить, без насилия и лжи. Чтоб родители любили, доброту свою дарили. Нам на крови забывать, а взамен в учебе пять. Часть, счастлива, где и суда, без надзорности нет. Молодцы, шестой акт. Мы рождены, что в сказку делать книжки. Играть, мечтать, смеяться и любить. Но чтобы сами, все мечты, возможно, должны достоиться. Движ, хороший есть в детстве. Не стоит в жизни унывать. Старайся быть всегда спортивным и книг вам больше прочитать. Уважаю людей вокруг. Всякий ближний, это друг. Да и всегда себе умей. Не иди, всегда смелее. Жизнь дается лишь одна. Счастливой быть она должна. Девятый А-класс. Мы молодежи, у нас с первого века. Возвремя, трудность, трудность, и нам не по векам. Мы сильные дети, единость, равным. Живем с деписом, живите, как мы. Хорошо. Десятый А-класс. Закон позволяет нам жить в безопасности. Детей и подростков хранят в опасности. Школа территория закона. Молодцы. Одиннадцатый А-класс. Три-четыре. Мы за здоровье, мы за счастье. Мы против боли и несчастья. За трезвый разум, за яскость мысли, за детство, юность, за радость жизни. Согласно путеводителю, который был роздан всем учащимся, первым направлением был спортивный блок «Здоровом теле, здоровый дух». «Здорово, здраво, 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 Второе направление – это творческая программа под названием «Школа равно закон». Были показаны ролики, проведены презентации на тему законности. И третьим направлением был конкурс плакатов, кричалок «Помни, знай, не нарушай» викторины. Ребята, я вас приветствую на станции «Помни, знай, не нарушай». Где мы с вами поговорим, что такое правонарушения, какие они бывают. Где мы с вами защитим наши плакаты, ну и просто поиграем. Давно, в какой уж не помнишь год, в краю, где жил многочисленный народ, история вот эта приключилась. На белом свете совесть зародилась. И если человек творил добро, то было на душе его тепло. А если мерзости какие он свершал, то сон его уже не посещал. И ни один бесчувственный богач терзал себя, как ревностный палач. Затем, раскаяшись в бездумии и корысти, обет давал забыть о грешной жизни. Что является основным законом нашего государства. А? Конституция. Не бойтесь ошибиться. Мы здесь собрались. Для того, чтобы не все не знаем, узнаем. Ошибемся, работа на большинстве. Информация, распространяемая старушками на лавочках. Сплесные слухи. Основной документ в нашей стране, достоверяющий личность. Несомненно, что подобные мероприятия в школах позволят повысить уровень правовой грамотности подростков. Натуся Кучмезова, Сергей Лобынцев. Новости Кашхабского района.